Новый хоккейный сезон стартовал в Нижнем Новгороде. Первый матч «Торпеда» прошел в Наркгорном дворце спорта при переполненных трибунах. На матч пришли более пяти тысяч болельщиков, в том числе и губернатор Валерий Шанцев. Такая поддержка помогла нижегородским хоккеистам. «Торпеда» обыграл «Динамо» со счетом 2-0. Наконец свершился, сезон начался. Слава тебе Господи, как говорится, дождались. Посмотрите, какая команда у нас сейчас стала. Вообще, посмотрите на кубки губернатора. Один за всех, один за одного. Я посещал на кубке губернатора все матчи. Удивила и молодежь наша, и состав именно уже более взрослых. Били за каждое единоборство, все делали. Молодцы, приятно смотреть, когда команда борется, когда команда для своих болельщиков старается. Молодежь в прошлом году провела. И в плей-офф, когда играли. А сейчас, ну что, растут. Все, молодцы. Вперед, «Торпеда». 70 лет прошло, и у нас одна такая хорошая страничка. 61-й год. Я думаю, пора уже. Пора. Ну, хотя бы не меньше полочку на пятистале занять. Команда и предсезон хорошо провела. Есть настрой. Я встречался с командой. Хотят поиграть в этом году лучше, чем в прошлом. Кстати, сегодня министр спорта России Виталий Мутко поблагодарил губернатора Валерия Шанцева за развитие физической культуры и спорта в Нижегородской области. А также за помощь в подготовке спортсменов к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. По словам Мутко, цитата, «вклад Нижегородской области в развитие спортивной отрасли страны позволил добиться результата на самом высоком международном уровне». Напомним, на завершившихся играх в Рио Нижегородка Анастасия Максимова выиграла золото в художественной гимнастике. А в целом нижегородские гимнастки завоевывают золотые медали на протяжении уже пяти Олимпиад подряд. «Показателем нашей спортивности, скажем так, является количество медалей, которые наши спортсмены завоевывают на первенствах мира, Европы. В два раза увеличилось количество медалей. Количество ребят, которые побеждают на молодежных первенствах и выступают в составах молодежных сборных, нас, честно говоря, вызывает гордость. Я думаю, что следующий Олимпийский цикл будет циклом Нижегородской области».